Спасите наши души, мы бредим от удушия. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуши, глуши. Голос Сергея Лысенко легко спутать с голосом Владимира Высоцкого. Сам автор-исполнитель никогда не пытался пародировать известного советского актера. Оттого, признается Сергей, когда поет, его песни вкладывают в них свою душу. Вот и на концерте, посвященному воссоединению Крыма с Россией, выбрал песню Высоцкого «Спасите наши души». Крым всегда, пока он был украинский, это была такая наша боль, потому что, ну, если правде в глаза смотреть, Крым всегда был русским. Поэтому все вернулось, так скажем, туда, где и должно было быть. Репертуар Высоцкого на этом концерте невелик, но значим. Прозвучали и такие песни, как «Мы вращаем землю» и «Братские могилы». Организаторы выбрали импровизированную концертную площадку у мемориала Высоцкого не случайно. Владимир Высоцкий имеет прямое отношение к Крыму. Он там не раз бывал, снимался в фильмах. Многие песни о войне он тоже писал из-за Крыма, потому что его дядя с тетей воевали в Крыму. И папа тоже много рассказывал о войне. В день воссоединения Крыма с Россией прозвучали патриотические песни и самарских авторов-исполнителей. Не жалели свои голоса в морозное мартовское утро Аркадий Славейчик и Александр Самарин. Есть такая песня «Я люблю тебя, Россия» – это очень знаковая песня. «Синее море за бортом» – «Любет» – тоже знаковая. Ну и, конечно, мы же родились все в Советском Союзе. Мой адрес – Советский Союз. Не потому, что это там какая-то ностальгия. Нет, потому что это правда. И Крым был в Советском Союзе наш. Как теперь и стало брать. Все нормально. Это для всех граждан очень важное событие – подъем патриотических настроений. Песни про Россию и Самару звучали у Ледового дворца спорта больше запланированного времени. Публика вызывала артистов на бис не по одному разу. Лариса Шлафас, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.